я уже достаточно давно ощущаю себя частью этого проекта и наше с ним профессиональное союзничество началось еще в период существования школы в оффлайне и для меня на тот момент это был крутейший опыт и большие открытия и про иллюстрацию про важное существование образования в сфере иллюстрации мне безусловно очень приятно что придя в школу и находясь на собственном пути самообразования в сфере иллюстрации сегодня я уже могу взять на себя ответственность наставничество у каждого человека который к нам приходит есть свои слабые и сильные стороны своя жизненная творческая философия и каждый наш студент это на самом деле очень интересная личность и общаться чувствовать как сильные стороны этого чужого творческого восприятия становятся сильнее и крепче а слабые начинают сглаживаться но для меня это очень большая радость во многих вопросах и профессиональных нюансах я самоучка и понимаю как долго постигаются некоторые вещи если человек изучает что-либо в самостоятельном порядке этот путь на самом деле становится гораздо легче и интереснее если в вашем образовательном процессе появляется такой старший товарищ и куратор это ваш друг во многих вопросах например бывает что человеку не хватает понимания своих слабых сторон бывает что он как-то проскакивает этап эскизов и сразу пытается всех удивить но конечно я чаще всех просто одолевает несмелость и боязнь все испортить в результате длительных курсов всегда удается добиться видимых результатов и как минимум потому что человек ну скажем на протяжении полугода выдавал очень ровный продуктивный определенный объем рисунков а это в сочетании с своевременной коррекции ошибок дает очень весомый результат и специфика онлайн образования ну лично для меня она прежде всего в том что она размывает географические границы бывало я приступала к занятию сразу после утренней чашечки кофе а у студента уже был поздний вечер ну и в любом случае я рада что мои подсказки анализ и помощь сгладили кочки на пути гораздо большему количеству людей чем если бы мы базировались на каком-то там например одном городе то в петербурге вспоминая частные случаи своей кураторской практике не могу не рассказать про очень яркий пример хорошего навыка рисования и плохого навыка выполнять черновую работу одна студентка прислала мне очень яркие картинки с очень уверенными линиями и такими хорошими выразительными формами но при этом она просто напрочь забывала про этапы построения и в результате у нее все плыло и падало и цель студентки на самом деле была самая крутая стать иллюстратором и мы в итоге на протяжении всего курса вырабатывали у нее навык ведения поэтапной и организованной работы так как именно это умение у нее провисала больше всего на мой взгляд у нас получилось это небольшой спойлер и финальных заключительных занятиях курса профессии иллюстратор мы с ней рисовали серию книжных картинок я почувствовала такой педагогический триумф когда эта студентка начала выдавать очень хорошие эскизы с такими разными вариантами трактовки литературной части с разными компоновками фигуры объектов и другими словами она вот победила этот страх подготовительно-аналитической работы и да она начала более ответственно подходить к построению людей это уже как вы понимаете большое дело